В 70-е и 80-е годы прошлого века разгорелась нешуточная борьба между Intel и DEC. Каждый из них хотел, чтобы именно его спецификация легла в основу всех вычислений, связанных с плавающей точкой. В этой эпической борьбе победил Intel. И все, что нас окружает сегодня, основано именно на их решении. Я покажу вам, как использовать эти знания для того, чтобы модифицировать уже готовую программу. Залезьте в его двоичный код и исправить так, как вы этого хотите. Ведь знания – это информация. Информация, как известно, про мир. Сегодня мы залезем под капот и посмотрим, как там все устроено. Зовите меня AlterEgo. И мы начинаем. Давайте начнем с того, что напишем программу на поистине хакерском языке. Я говорю о языке C. В первую очередь создадим файл float.c. В нем наберем программу. Создадим переменную x с типом float и присвоим значение 0.5. Далее выведем на экран с помощью команды printf содержимое переменной x. Ну и в конечном итоге скомпилируем и запустим наше приложение. Дальнейшие правки мы будем делать с полученным объектным файлом a.out. В первую очередь давайте посмотрим на дезассемблированный код. Для этого используем утилиту opt-dump, которая нам покажет все, что мы собрали с помощью компилятора. Я не буду рассказывать все, что делается в этом ассемблерном коде. Если хотите, то оставьте в комментариях пожелания, я обязательно сниму видео на эту тему. Ну а пока нас интересует регистр XMM0. Этот регистр используется для вычислений с плавающей запятой и используется в технологии SSE, которая является дополнением MMX. Сам регистр занимает 128 бит и может сохранять через 4 значения типа float. В данном куске кода очевидно используется относительная адресация. И с помощью регистры RIP и смещения 84 байта мы можем с легкостью найти интересующее нано значение. Но для начала нужно выполнить кое-какие преобразования. Начнем с того, что преобразуем 84 в 16-черичный вид. Это будет 0x54. Так как регистр RIP указывает на следующую команду, то к ее адресу F50 нужно добавить значение 0x54. В результате мы получаем адрес 0xFA4, который и указывает на секцию с данными, где хранится значение нашей переменной X. С помощью все той же команды objdump мы можем посмотреть список всех секций, которые есть в нашем объектнике. Нетрудно по адресу найти интересующую нас секцию, которая носит название const. Теперь мы можем вывести содержимое этой секции и найти конкретное значение X. Как вы видите, здесь X записан в интеловской нотации. Сначала идут младшие байты, а потом старшие. Таким образом, переписав в правильном направлении, мы получаем значение 3F6 нулей. Все дело в том, что флоу 32 бита длиной, поэтому у нас будет 4 пары символов. Каждая с пар это 1 байт. И теперь самое время немножко поработать с калькулятором и понять, как будет выглядеть значение, которое мы хотим зашить вместо значения 0.5. Я не буду подробно останавливаться на преобразованиях, которые нужно сделать над типом float, чтобы получить конечное число. Это достаточно объемная тема, и если она вам интересна, то напишите в комментариях, я расскажу об этом в отдельном видео. Вобьем полученное значение 3F6 нулей в калькулятор и получим раскладку по числу float. Давайте немножко разберемся, что для чего здесь служит, чтобы было чуть более понятно. В соответствии с 754 спецификацией, float состоит из трех частей. Это знак, экспонента и мантиса. Знак это 1 бит, который указывает, плюс или минус должно стоять в начале числа. Экспонента это сдвиг, который нужно сделать над мантисой. Здесь есть хитрый трюк. Экспонента может давать либо отрицательное, либо положительное число. Отрицательные числа нужны для того, чтобы представлять дробную часть числа, а положительные для того, чтобы увеличивать целую часть числа. Если экспонента больше 127, то будет увеличиваться целая часть числа. Если она будет меньше 127, то будет увеличиваться дробная часть. При этом будет учиться Мантиса. Здесь нужно учесть, что числа находятся в нормализованном виде. И в Мантисе есть неявные единицы, которые всегда присутствуют в начале, но нигде не показываются. В общем, чтобы разобраться с этим получше, попробуйте самостоятельно выставлять разные экспоненты, Мантисы, и вы увидите закономерности. Эти закономерности в конечном итоге позволят вам разобраться с числом float. Я же хочу взять другое число, число 0125, и попытаться забить его в наш файл и посмотреть, что изменится. Если я вношу число 0125 в калькулятор, я получаю значение 0x3e6 нулей. Собственно, это значение и нужно теперь вбить в наш бинарник, предварительно найдя текущее значение 05, которое, как вы помните, 3f. Я открываю наш бинарник с помощью dhex программы. Она представляет мне возможность редактировать файл в 16-ти речном виде. Я использую небольшой хак и сделаю поиск по параметру, который я указывал в команде printf. Это %f. Именно непосредственно перед секцией, содержащей %f, и идет наше число 05. Оно, как вы видите, находится в интеловской нотации, и теперь мы просто 3f меняем на 3e, после чего сохраняем файл и пробуем его запустить. В результате на экране вместо 05 отображается число 0125. И это магия, потому что мы ничего не компилировали, а просто исправили бинарный файл. Что ж, это был пробный урок, пробный формат. Если вам понравился альтер-эго, то ставьте комментарий хэштег альтер-эго и пишите, что еще хотите подобных видео. У нас осталось много неразобранных тем. Можно поговорить и про точность чисел с плавающей запятой, и про то, скажем, почему этот цикл будет выполняться бесконечно. Можно рассказать об ассемблере, деоассемблировании и других важных вещах. Много компьютерных тем, которые можно и нужно изучать, остались за кадром. Поэтому, если вам хочется увидеть ролики подобного формата еще, ставьте лайк, пишите комментарий, и мы обязательно снимем еще. Ну, а с вами был Альтер-эго. Спасибо, что слушали. До свидания.